С початку конкурс до полутора человек на месяц, а потом три года напруженной в учебу и урештая специальность медика среднего звена. За час своей деятельности только Гомельский Державный Медицинский колледж подрыхтовал больше, как 20 тысяч специалистов. Причем выключены теории тут не обмяжевываются. Практичные занятки начинаются уже на первом курсе. Вот им леку непосредственно в медицинских установах. Але подчас подрыхтовки до Олимпиады с ее удельниками провели еще и додатковые занятки. Мне кажется, за три месяца мы научились больше, чем за три года. Я хочу выразить огромную благодарность нашим преподавателям. Они внесли огромный вклад в нашу подготовку, потратили много сил. И мы тоже немножко подустали, но мы готовы. Мы еще поборемся за первое место. Республиканская Олимпиада профессийного майстерства сирот-наученцев медицинских колледжов – правопераемник, проводимых ранее республиканских конкурсов профессийного майстерства. Правда, у одразнини от предметных Олимпиад, ГТС-поборництва нияких перовах при поступлении у высшейшей навучальной установы не дают. Хоть стать переможцем, усе ровно имкнется кожный удельник. Все лета гэта 48 человек з усих 16 медицинских колледжа в Беларуси. Задание мая на увазе демонстрацию ведаў, отрыманных на протягу усих троха до навучанья. Задача – выявление талиновитой молодзи и мотивация их до повышения профессийных навыков. А про чатагу необходно проверить правильность стратегии, абранной медицинскими колледжами у подрыхтовцы кадров для так званого первичного звяна – медицинских сястер, фельдшеров и помощников урачов. Современные тенденции в здравоохранении, что именно в первичном звене делается акцент на работу бригады, во главе которой стоит врач, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинская сестра. В течение нескольких лет именно все первичное здравоохранение перейдет на такую форму работы. Олег Сюнцюру, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, Телерадиокампанія «Гоміль».